всем привет друзья вы в настоящем моменте меня зовут виталий со мной лада мы сегодня на подоле и у нас есть очень интересный план мы хотим подняться с ладой сегодня на гору щековицы всем известно что эта гора была выбрана киевлянами для последней ядерной оргии и друзья я слышал я слышал там уже установили даже павильон специальный для того чтобы было удобнее если вам интересно то давайте с нами вместе пройдем на эту гору вот мы сейчас на контрактовой площади но перед тем как мы туда пойдем нужно подкрепиться по-любому нужно покушать что-нибудь путь нелегкий и мы пришли вот к пузатой хате это недорогой ресторанчик столовая где можно перекусить заплатили мне 336 гривен значит за окрошку мы заплатили 64 гривен за одну порцию сырники 52 гривен и блинчики 52 гривен и компот стоит 26 гривен один это я все по одну одну порцию и 16 гривен булочка вот такое у нас сегодня будет обед приступаем я очень голодный я не мечтала очень долго и ленилась дома сделать предождалась вкусно пробуем блинчики с чем они там пустые тарелки друзья все мы скушали теперь мы сытые но ленивые а нам еще на гору лезть но все равно нужно все-таки идем спасибо пузатой хате вкусно поели 336 гривен это около 9 долларов на двоих я считаю немного и и теперь мы держим путь в сторону горы щековицы сейчас вам покажу где она находится сейчас я вышел на верхний вал и вот впереди вышка стоит на холме вот там и находится гора щековица но мы сначала прежде чем пойти на гору мы хотим немножко пройтись по подолу интересно же посмотреть и здесь что есть не сразу туда драться потому что там в принципе особо никаких зданий нету и там смотровая площадка с которой мы смотрим а сможем потом увидеть весь подол но прежде чем увидеть весь подол давайте посмотрим на него снизу немножко пока я монтировал это видео в россии буквально за сутки произошел цирк с походом вагнера на москву я даже отложил публикацию этого видео на сутки так было интересно жаль пригожин не дошел тормознул и на москву не пошел теперь все гадают что это было и зачем а мне кажется не надо искать там каких-то скрытых смыслов это просто обычный российский бардак и разборки между пацанвой стиле 90-х просто пацаны теперь вооружены намного лучше и масштабы побольше короче пригожин ехал на стрелку путину по пути перетер с лукой с лукашенко и все порешали и разъехались но самое главное вы видели как россияне любят пригожина они этого зэка готовы сделать героем россии а может быть даже новым царем но мне кажется россияне пропустили самое главное они пропустили видео которое за сутки до похода на москву пригожин записал где он четко и правдиво рассказал кто зачем и почему развязал эту войну кому это было выгодно что предполагалось и что случилось и главное он полностью опроверг все тезисы распропаганды про восемь лет бомбили донбасс про деноцификацию про демилитаризацию про спасение русских и то что якобы украина хотела напасть просто полностью стер эти тезисы я хочу спросить у россиян вы это слышали это же ваш герой говорит вы слышали что сказал он про войну а если не слышали я оставлю ссылку на его видео у себя в описании под этим видео пожалуйста обязательно послушайте мне очень интересно как вы к этому относитесь как теперь вы посмотрите на события происходящие все эти 16 месяцев кто этот пригожин врет ли он или говорит правду ну ладно это я отвлекся давайте вернемся к нашей прогулке а В общем, тема со Щековицей, кому неизвестно, пару слов скажу об этом. Еще тогда, год назад, когда Путин заявлял о том, что применит ядерное оружие против Украины или даже против всего мира, то киевляне, какая-то группа киевлян решили, что раз уж миру конец, то последние дни, последние мгновения нужно провести где-нибудь и отметить это бурно. И они решили провести это, отметим, Оргией. И выбрали для этого, для Оргии место, гору Щековицу здесь в Киеве. До этого, в принципе, мало кто интересовался. Чем она интересная стала? И с тех пор, короче, повелось, что если ядерный удар, то киевляне собираются на Щековице. Это, друзья, чтобы вы понимали, почему мы туда идем. Мы разведываем, куда нам бежать в случае ядерного удара. Хотя я не уверен, что это хорошая идея, бежать так далеко, но с другой стороны, раз уж такая тема повелась, то значит мы ее и подхватили. Я думаю, вам будет интересно пройтись на гору и посмотреть в действительности что-то. А я, в принципе, хотел вам показать в самом начале вот эту вот синагогу. Это одна из основных синагог, домов молитвы иудеев, евреев, киевских, на Подоле. Вот, по сути дела, она выглядит так-то, как простенький домик. На самом деле, на фотографии немножко более презентабельно выглядела. Туда заходить нельзя. Мы туда не будем заходить, мы не будем мешать людям. Просто хотели на нее посмотреть и, к слову, сказать, что здесь на пути к Щековице, а она вон там прямо, вон впереди, где виднеется вышка, на пути к Щековице нам будет попадаться еще несколько культовых сооружений религиозных. И это тоже символично, потому что Подол получается такое межрелигиозное место. Здесь иудейская синагога, здесь христианские храмы на каждом шагу. И на самом верху, на Щековице, находится мусульманская мечеть. А тем временем, друзья, мы пришли к кинотеатру, который по-прежнему называется Жовтый. Собственно, его и не стали декоммунизировать, не стали его переименовывать почему-то. Может быть, решили, что в названии Жовтый это название месяца года, и не стоит его переименовывать. Такой здесь сквер небольшой. Ну, как небольшой, в принципе, хороший такой парк с молодыми деревьями, со старыми деревьями. Еще одно очень большое, серьезное культовое сооружение церкви баптистов христианской. Здесь большой зал внутри, молитвенный, он похож на католический храм, там лавочки стоят. Отсюда, смотри, какой вид, совершенно другой. Класс, да? Когда идешь прям под стеной, не замечаешь этого, а так-то вообще, в принципе, это храм. А вот это вот у нас сейчас Государственный университет инфраструктуры и технологий. И здесь есть якорь такой большой. В общем, интересно, много разных зданий здесь любопытных. И вот сюда бы, друзья, сюда бы, прямо если бы пойти, можно было бы прямо на гору и забраться. Но здесь все закрыто, поэтому мы пройдем к Житнему рынку и оттуда уже повернем на улицу Олеговскую. И под ней поднимемся в сторону вершины Щековицы. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас находимся на пересечении улицы Глыбочинской и двух улиц Верхний и Нижний Вал. Здесь хотим показать вам еще одно величественное культовое храм. Древнейшее место. Да, это Христовоздвиженский храм. Вот он сейчас в кадре. Христианский храм древний. И в честь этого храма весь район был назван Воздвиженкой, который находится вот здесь. Если иди по этой улице, там в расщелине между Замковой горой и еще какой-то горой находится Воздвиженка. Мы даже снимали с Ладой видео. Да, у нас есть на канале видео о Воздвиженке. Посмотрите, получилось интересное видео. Там мы с пейзажной аллеей спускались туда. А теперь мы идем по этой шумной улице Глыбочинской. Надо перейти на ту сторону и зайти на улицу Лукьяновскую туда вверх. Видите, опять же, ориентир. Вот это вот вышка высокая на горе. Ух ты, кто-то этот знак явно недавно кто-то нагнул хорошенько так, заехал. Вот она, друзья, въезд на улицу Лукьяновскую. Его просто не видно в дороге. Здесь вот автомойка. Оттуда можно было бы въехать, но нам не видно было, откуда заходить. Здесь СТО большое, поэтому столько машин. Поэтому такое движение, даже мотоциклы. А это, кстати, полицейские мотоциклисты поехали. Мы только что с Ладой видели полицейских на велосипедах. Теперь полицейские на мотоциклах. Бедные полицейские. Полицейские на машинах вообще повсюду ездят. И пешие полицейские стоят всюду. В общем, здесь, да. Полицейских скоро будет больше, чем у людей. Так, друзья, очередная церковь. Я как и предполагал, хотя не знал, я не знал, что это церковь, но по внешнему виду было подозрение. Баптистский храм? Нет, это адвентисты седьмого дня. Ага, точно. Вот построили себе здесь церковь. Облюбовали в Киеве эти места, всякие религиозные движения. Ну, тоже такой себе солидный, внушающий. В готическом стиле, да? В псевдоготическом стиле. В стилях мы не очень разбираемся, друзья, пишите. Я думаю, это скорее стилизация под готический стиль. Такие же вверху стремленные линии, но все намного проще. Вот теперь с этого момента мы будем... Начинается дурдом. Немножко будем пыхтеть. Это то, из-за чего я не люблю с Виталиком гулять. Слушай, надо ходить по горам, надо ходить по 10 километров в день. Потом говорит, что ты такая худая. Все ради контента. А вообще, ну, интересно же бывать в красивых местах. Даже если не ради контента. А вот это, скорее всего, элитный жилой комплекс. Но это не точно. Фух, сейчас узнаем. Подожди, я ненавижу горы. Вообще, всеми своими фибрами своей души. Ненавижу. У нас небольшая полна. Людям очень нравится быть на вершине. Хорошо, сейчас, друзья, мы немножко отключимся, отдохнем и продолжим. Итак, мы продолжаем подниматься вверх по улице Лукьяновской. Здесь пока повсюду мы видим новостройки. И такие, я вам скажу, красивые, построенные на холмах. Новые дома, разноплановые совершенно. Индивидуальные проекты. Все друг на друга непохожие. Раньше этого не было. Это вот совсем недавно понастроили. Когда мы с Ладой были здесь в последний раз, здесь, по-моему, были какие-то старые развалюхи стояли. Частный сектор. И их уже посносили. Я говорил, что сюда можно подниматься было еще по улице Олеговской. Она названа в честь вещевого Олега, который похоронен на горе Щековица. Так считается. Но мы по Олеговской не стали идти, она параллельно идет. Пошлись сюда. И не пожалели. Потому что здесь, мне кажется, даже интереснее. Друзья, все. По улице Лукьяновской мы практически вышли на вершину горы Щековица. Посмотрите, она уже застроена. Здесь какой-то жилой комплекс. В таком изящном стиле построенный. С балконами, с балясинами, с открытым. К ядерному удару готовятся так серьезно. А вот мечеть самая большая. Мечеть в Киеве. Ар-Рахим называется. Красота такая. Сейчас мы, правда, заходим со стороны зеленого забора. Дальше пройдем, будет лучше видно. Я вообще смотрю, сегодня очень много машин здесь стоит. Возможно, какой-то праздник или... Ну, в общем, пятница сегодня, я даже не знаю. Заглянуть, не заглянуть. Какие у них праздники там, как они. У нас, может быть, даже и не пустят. Тем более, с камерой. Ну, хотя бы так посмотрим со стороны. И оттуда доносится какой-то голос. Видно, в микрофон кто-то что-то рассказывает. Скорее всего, какое-то мероприятие здесь происходит. По-любому. Тоже, наверное, к ядерному удару готовятся. Как-то тревожно, да? Везде. Все верующие люди мира не хотят ядерной войны. Молятся за мир. Один только Путин начертил коричневые линии. И теперь боится, что мы их переступим. Пятница вечер, да, молитвенный день. Пятница. Пятница. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кладбище мусульманское Напомню, вот по эту сторону это кладбище По правую Потом гаражи И вот здесь я, друзья, не был ни разу еще Честно вам скажу Здесь я вот сейчас иду Таким путем, который я Вычислял по интернету Я могу сейчас Даже попасть в тупик Ну, надеюсь, нам подскажут люди Которые здесь Оставят свои машины Как пропетлять Потому что дорога должна быть по-любому Друзья, оказалось Такий путь закрыт через гаражи Полностью перекрыть Нельзя никак-никак Поэтому мы идем на улицу Юрковскую И с нее, может быть, Открывается хороший вид Кстати, этот район называется Татарка Мы спустились вот по этой лестнице вниз На улицу Юрковскую Как-то она так называется И у нас теперь будет попытка Подняться на Щековицу снизу С Юрковской Ну что, друзья, предпринимаю Последнюю попытку Пробраться на гору Щековицу Вон туда наверх Мы каким-то образом С улицы Нижней Юрковской Зашли за То ли жилые дома То ли за какие-то Непонятные домики Здесь стоит лавочка Ладу оставляю здесь А сам полез вверх Это все ради вас, друзья Надеюсь Надеюсь Мне удастся Хотя бы пейзаж снять оттуда Какой-то красивый Да Не так-то здесь все и просто Вот это тропиночка Сразу вам скажу Плохое место выбрали для орхи Киевляне В случае ядерной войны Никак ты сюда и не доберешься Хорошо Дождя давно не было А то б я соскользнул бы и упал Здесь глина Ладу бы не залезла сюда Я уже почти выбрался Тут еще Это земляник Ой Друзья Я почти залез Все Я тут Слава богу, друзья Сяду на 5 минут Посижу Отдышусь Ну что, друзья Забрался я на гору Залез Лежу в траве Потому что Трудно подняться Практически Отвесный подъем был Как альпинист Только по глиняной Тропинке Но отсюда, конечно, классный вид Открывается на весь подол И даже на оболонь Красиво Сейчас вам приближу Как площадка Здесь, конечно Суперное место Для обзора Посмотреть на город Но как место Для оргии Я вам скажу Очень неудачное Во-первых Пока найдешь Где забраться Во-вторых Пока ты залезешь У тебя не хватит сил Ни на что Ну а вообще Сама Сама гора Это Такая вот Плоская вершина Там в той части Откуда мы пытались Пробраться Она Там где гаражи Заросшие Деревьями Вон видно Купол мечети По сути дела Мы могли бы Вот От мечети Нам Сто метров Пройти сюда Было бы Но нет Там закрыто Перекрыли Почему-то Пока я не вижу Здесь никаких Культовых сооружений Какой-то шалаш Вот здесь Вроде как Виднеется Какой-то шалаш В приямке Вот это Наверное Оно и есть Место для оргии Скудненько Конечно Скудненько Вот такой себе Навес Кто-то сделал Возможно Пацанва Для того Чтобы сидеть Смотреть Но правда Из-под навеса Вряд ли Что-нибудь видно Сейчас я спущусь туда К навесу Столик С лавочками Так я сейчас По лавочке пройду Вот Здесь можно Ну такой Деревянный диван Якобы Можно от солнца Прятаться Здесь От дождя Может быть Ну а Вида почти нет Из этого Углубления Вот она Вершина Горы Щековица Говорят Здесь Старинные Кладбища И захоронены Люди Которые Умерли От холеры В 1770 году И похоронен Князь Олег Что только Здесь Не похоронено Скорее Мрачная история Чем Положительная Какая-либо Вот Тропинка Туда К горожам Через которые Мы не смогли Пройти Ну и вот Вся гора Всего-то Этой горы Пустяк А там Еще одна Вроде как Была похожая Ну Беседка Как та Но заросла Явно Заросла Все Друзья Вот теперь С этой горы Я с вами Прощаюсь И предлагаю Украинцам Переназначить Для Орги Какое-нибудь Другое место Поближе И не обязательно На горе Можно даже В метро Там Безопаснее Всем мира Никакой Ядерной Войны Никогда Не знать Всем Счастья На будущее Долгие-долгие Века